Дорогие друзья, всем добрый день, добрый вечер. Мы сегодня с вами начинаем наш прямой эфир, который посвящён теме обид, как перестать обижаться, как сделать так, чтобы в нашей жизни такого необыкновенного, необычайного действия, как обиды, стало меньше. И сегодня я предлагаю вам размышлять вместе со мной на тему «Как ответ на вопрос про обиды скрываются в звезде, квадрате и треугольнике?». Наш эфир продлится около 25 минут, получаса, может быть. Пожалуйста, приготовьте тетради и ручки. Мы будем с вами реально работать. Это практически эфир. Прямо сейчас, пожалуйста, поделитесь этим эфиром, чтобы к нам присоединилось как можно больше людей, потому что избавиться от обид, когда все вокруг обижаются, ну, это как минимум странно. И наша задача, чтобы мы помогли другим людям избавиться от этого, напишите, пожалуйста, город, который вы представляете, или страну, и тогда мы будем понимать, в каком международном пространстве мы с вами сегодня все создаём этот необыкновенный эфир, посвящённый такой важной, такой значимой теме, как обиды. Почему я говорю об этом? Всё просто. В 2011 году у меня была достаточно мощная личная проработка на тему обид, и я приняла решение разобраться с этим вопросом для себя раз и навсегда. Для того, чтобы разобраться, я прочла все книги на тот момент, которые были на русском и украинском языке. Я говорю все осознанно, потому что их сотни разных авторов. Я выделяла для себя самые сложные задачи, вопросы, концепты, и всё это обдумывала и, самое главное, практиковала. Я набила тысячу шишек, я тысячу раз вступила в лужу самодоказываний каких-то споров и так далее. И когда этот путь был пройден, то родилась книга, которая называется «Обиды на мужчин и женское здоровье». Тема «Обид» была освещена мною в контексте отношений между мужчинами и женщинами. Кстати, напишите сейчас, пожалуйста, обиды в отношении с кем вам сегодня конкретно. Хотелось бы, чтобы я прокомментировала, потому что у меня есть мой план. Но я люблю, если уж это прямой эфир, следовать планам людей, которые также выделили своё время для того, чтобы присутствовать на этом эфире. Вы знаете, что у нас есть большая годовая программа по супервизии, и этот эфир я провожу в поддержку курса, который называется «Месячная программа. Арт-терапия в работе с обидами». Сейчас я дам некую теоретическую информацию, которой нет в этом курсе, то есть как дополнительное вводное, если вы хотите, занятие. И потом расскажу, как можно присоединиться к полноценному обучению, если кто-то готов с этой темой для себя реально разбираться. Для тех, кто присоединился, прошу вас написать в чат, какая обида и с какими людьми для вас является наиболее актуальной и значимой также страной, которую вы представляете. Просила приготовить тетради и ручки, потому что прямо сейчас начинается практика. Знаете, ценность наших эфиров – мы работаем без воды. Пришёл, инвестируешь своё время, будь добр, работай. Если вы просто будете сейчас слушать и что-то делать в мыслях, сразу выходите, нет смысла. Такая, знаете, обучение в своей собственной голове не работает. То есть нужно реально писать на бумаге и нужно реально задавать себе вопросы. У нас с вами на повестке дня сегодня три позиции. Первое – зачем мы обижаемся? Второе – почему обиды сжигают наше счастье? И третье – я хочу перестать обижаться как? Я себе представляю, что на этот эфир пришли люди с достаточно высоким уровнем квалификации. Половина здесь присутствующих – наши ученики, драгоценные коллеги. И, естественно, я понимаю, что вы слышали об обидах и читали уже, наверное, очень много раз вас интересует эта тема и этот эфир. И мне сегодня потребовалось не один час времени, чтобы создать, обнаружить и передать вам сегодня ту информацию, которая, на мой взгляд, окажется ценной и которая будет для вас определённого рода измеряемой. То есть структурной и понятной. Но первое, что мне бы хотелось, чтобы вы сегодня записали, напоминаю, мы пишем, мы работаем, это идея о том, что когда мы создаём единицы измерения, мы забываем о своей неизмеряемости. И это очень важный такой концептуальный момент, благодаря которому, только лишь благодаря которому, мы с вами действительно сможем разобраться с темой обид. Если какие-то вещи, которые вы сейчас услышите, будут вам не до конца понятны, не тешьте иллюзию, что они на вас не распространяются. Если мы до сих пор обижаемся, это означает, что мы до сих пор что-то не понимаем. Мы бьёмся, 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 бьёмся и до сих пор чего-то не понимаем. Потому что у нас на глазах есть какая-то повязка, которую мы одели какое-то количество лет назад, потому что нам было больно, плохо, неприятно и так далее. И эта повязка, она нам закрыла, понимаете, не только обидчика, который делал нам больно, она нам закрыла наше собственное счастье. И по факту сегодня мы и так с вами снимем с глаз то, что у нас там розовая пелена, и разберёмся с этим вопросом. Поехали. Рисуем звезду. Нарисуйте, пожалуйста, прямо сейчас большую, очень большую на весь центральный лист, пятиконечную звезду. И в чат поставьте цифру пять, все, кто это сделал, чтобы я понимала. У нас уже 81 человек нас смотрит в прямом эфире. Делитесь эфиром, посередине присоединяются. Нарисуйте большую звезду и в чат поставьте цифру пять. Я буду понимать, что вы уже готовы. И сейчас мы с вами дадим ответ на вопрос, зачем мы обижаемся. То есть для того, чтобы не ходить по улице и не бросать стеклянные стаканы, разбивая их, ну, казалось бы, странное действие. Взрослый человек ходит по улице, бросает стаканы, стеклянные, они разбиваются в разных местах, оставляя огромные кучи стекла. Странное действие, правда? Вот когда мы обижаемся, мы с вами делаем вообще абсолютно нелогичные вещи. И сейчас я вам это докажу. И одна из идей, которую нужно записать в середине звезды, когда я нахожусь в негативных эмоциях, у меня нет контакта со своим мозгом. Я нахожусь в контакте не с человеческим мозгом в этот момент. Я нахожусь в контакте со своим каким-то рептильным мозгом. То есть я веду себя как ящерица, как улит, как найдите себе, на кого вы похожи в состоянии обиды. Но это состояние никогда не предполагает мышление осознанного взрослого человека. Мне нравится говорить, что когда я нахожусь в негативных эмоциях, я без мозгов. Ну просто они отсутствуют. Потому что то, что управляет нами, никак не связано с развитым мозгом человека нашего века. Итак, у нас пятиконечная звезда и у нас пять позиций, зачем мы обижаемся. Я вам сейчас докажу, что обида – это очень выгодно для человека. Очень сильно выгодно. И первая выгода называется чувство собственной правоты. Напишите в чат один, кто в эту лужу вступал. Когда я в беседе с человеком, братом, мамой, ребёнком, партнёром обнаруживаю, что у моего партнёра есть какие-то ложные убеждения. И в этот момент, но меня это не устраивает. Как это так? Со мной кто-то, кто от меня отличается. И я беру на себя обязательство донести этому человеку, что он не прав. Почему-то мне кажется, что то, что кто-то по-другому думает, что нужно консервировать огурцы, варить борщ или ещё что-то делать. Нам кажется почему-то, что это неправильная жизненная позиция. Хотя мы не знаем в этот момент, почему человек её транслирует именно такой, как он говорит. То есть почему у человека именно такое мнение. Но я точно знаю, что я права. И очень часто чувство собственной правоты – это просто наше понимание, что мнение человека отличается. Правота – это когда я принимаю решение остаться при своём мнении. То есть мне важнее остаться с собой, чем сохранить контакт с человеком. Вы представляете, да? То есть я выбираю своё эго вместо партнёрства с мужем, ребёнком, мамой, отцом, неважно, братом и так далее, подругой. И первый луч нашей пятиконечной звезды называется правота. Правота – это то, для чего люди обижаются. И одна из любимых фраз, которую я люблю повторять – выберите, вы хотите быть правой или вы хотите быть счастливой. И люди говорят, Елена, а что нельзя быть одновременно и правой, и счастливой? Нельзя, нужно выбрать. Потому что если вы счастливы, то вам не важно, вы правая, левая, нейтральная, вообще вы там какую-то позицию четвёртую занимаете. Это не важно, потому что вы счастливы. И вот пусть это сейчас понимание схлопнется у вас. То есть как только вам хочется доказывать чувство собственной правоты, это означает, что вы вышли из состояния счастья. Добровольно, обращаю ваше внимание, добровольно. Второй луч нашей звезды пятиконечной, которая отвечает на вопрос, зачем мы обижаемся, называется высота. Обижаясь на другого человека, мы всегда забираемся на вершину горы. Мы всегда, как ненормальные обезьяны, вскарабкиваемся на самое высокое дерево. И таким образом пытаемся оказаться заметными. Обида делает человека заметным для других людей. Мы начинаем либо громко говорить, либо мы начинаем молчать, значит, оставаясь при своих каких-то мыслях, замыкаться. То есть мы по факту обращаем на себя внимание в состоянии обиды. Таким образом, высота того, на какое дерево, чем больше забралась обезьяна в моём сознании, доказывающая свою правоту, гарантированно обеспечивает моему эго то, что мы называем возвышение над другими людьми. И мы знаем с вами из эфиров моих про гордыню. Я много рассказывала о том, что в гордыне в двух способах проявляется. Я нечто и я ничто. И вот этот вот момент высоты, собственного высокомерия — это прекрасная возможность потерять всё. Сегодня слушала одну из лекций учителей. Шикарная фраза. Вам прям горячий пирожок передаю. Такая идея. Самый лучший способ гарантированно что-то потерять навсегда — это возгордиться этим. Это сказать, «О, я потрясающе знаю английский, да у меня мегаталант публичных выступлений, да я лучшая мама в мире, да я лучше всех готовлю борщ». Понимаете? И вот это вот ощущение того, что я этим хвастаюсь, того, что я считаю, что у меня это будет всегда, а когда мы хвастаемся, мы точно уверены, что этот навык у нас навсегда. Вот это нас просто заваливает. Понимаете? Итак, первый луч звезды, зачем люди обижаются? Правота. Второй луч звезды — это высота. Мы возвышаемся таким образом. Поставьте в чат двоечки, кстати, кто себя поймал в этом луче. И третий луч звезды, он не менее потрясающий, он называется «жадность». Это мой любимый луч. Я считаю, что я права, и я забралась на самое высокое место и доказываю всему миру или одному человеку какому-то, что я права. И в этот момент я оказываюсь безмерно жадной. Вот вы, может, не думали так никогда, но обида — это жадность. Моё мнение, мои границы. У нас с вами, у всех есть, понимаете, сумасшедший голод быть жадными. Нам важно вот это всё держать, и мы боимся, что придёт кто-то, который у нас что-то отберёт. Понимаете? То есть мы реально верим, что наше мнение настолько ценно, что кто-то придёт его отбирать или менять. Мы реально верим, что наша жизненная позиция, она настолько вообще нереально гениальная, что кто-то придёт и будет за неё сражаться. То есть когда другой человек знакомит нас с другим мнением, показывает нам уровень своего развития интеллектуального или профессионального, он просто сосуществует рядом с нами. Но мы в состоянии обиды воспринимаем любого как того, кто сейчас возьмёт этот дротик и метнёт мне прямо в глаз. И я начинаю выставлять свои щиты, выстраиваю оборону, просто армию выставляю. И в этот момент я не могу быть щедрым. А если я не могу быть щедрым, то я гарантированно сразу проваливаюсь в противоположное состояние. Это состояние жадности. Зачем люди обижаются? Потому что в состоянии обиды мы можем позволить себе отказаться от любви. Я обиделась, и я могу не любить тебя, муж. Я обиделась, и я не могу не любить тебя, сын или дочь. Я обиделась, и я не могу не любить тебя, страна или президент, или мой род. Неважно. Для того, чтобы любить, нужно прилагать усилия. Состояние обида хитрым образом маскирует эту потребность, и мы становимся духовными лентяями. И это очень интересный момент. И это третий луч звезды. Поставьте в чат три, кто сюда попадал, в эту ловушку. Четвёртый луч звезды называется «Привычка бессознательного ходить за перцем». И я сейчас объясню, что это значит. Когда мы обижаемся на других людей, как я уже сказала, мы не находимся в состоянии нашего осознанного действия, работают наши инстинктивные программы. И в этот момент, представьте себе, ну вот, наш путь эволюции человека, он на самом деле потрясающий. Кто-то говорит, что мы прошли от обезьяны до человека, кто-то говорит, что мы рождались уже миллиарды раз, и наше сознание необычайно мудрое, и у него огромный опыт. Есть разные теории и разные подходы. Вы себе задайте вопрос, когда вы находитесь в какой-то кризисной ситуации, в ситуации, где страшно, где непонятно, где ты не знаешь, как себя повести. Ваш мозг, он будет действовать лёгким путём, ходить за перцем, то, что я называю, агрессировать, осуждать, тревожиться, доказывать свою правоту и так далее. или в состоянии стресса ваш мозг осознанно успокоится, взвесит все варианты, то есть он пойдёт за сахаром. Оказывается, что состояние обиды вынуждает нас идти всегда лёгким путём, и логически это доказывает идею о том, что в состоянии обиды мы с вами не способны обучаться. А теперь внимание, джекпот. Вот, может быть, для кого-то главная фраза этого эфира. Если вы 10 лет носите обиду на свою маму и выходите на десятки тренингов, читаете потрясающие книги, инвестируете в личный коучинг или терапию с классными специалистами, но у вас вот закрытый, просто заблокированный душа, сердце, ум полностью этой обиды, это всё впустую. В состоянии обиды у нас формируется привычка ходить за перцем. Мы не способны обучаться в этот момент. И это один из необычайных минусов вообще состояния обиды. И последнее, кстати, поставьте в чат 4, кто ловил себя на этом, кто знает хороших людей, которые много учатся, много развиваются. Они какие-то, понимаете, энциклопедии информации. 29 тысяч тренингов уже человек прошёл, там обучается бесконечно, общается, исследует себя. Но результатов по факту нет. Они какие-то маленькие, то есть они несоизмеримы с теми инвестициями времени, финансов, других ресурсов, которые человек вкладывает. Почему так бывает? Потому что нет обучаемости в состоянии обиды, она просто отсутствует. И наша пятая звезда, зачем мы обижаемся, я её сформулировала следующим образом. Я обижаюсь, потому что я как все. Все обижаются. И обида – это наш выбор, быть нормальным, быть как все, знаете, как подростки. Им важно быть как все. Вот если вам важно быть как все, вы гарантированно будете обижаться. Для того, чтобы не обижаться, нужно выделяться, нужно в каком-то смысле реально быть белой вороной. И здесь я утверждаю, что когда меня обижают, многие люди думают, что меня унижают, поставьте в чат три пятёрки. Кто реально так думал хотя бы раз в жизни или знает людей, которые так думают, если меня обижают, то часто у человека вот это «меня обижают» переплетается, с меня унижают. Но на самом деле, если вы разумный человек, то состояние или ситуация обиды, она абсолютно ничем не отличается от того, что вы чистите зубы. И у вас, к примеру, в этот момент зубная щётка выпадает из рук. И есть прекрасная возможность на это обидеться, вообще потрясающе. И со своей зубной щёткой не разговаривать. Но почему-то зубную щётку мы не наделяем силой. А мужа, кричащего на нас, или ребёнка, кричащего, не слушающего нас, мы наделяем силой великого Бога, который способен оторвать нас от состояния счастья и любви на минуточку. Это наше решение. И поэтому, когда нас обижают, нас поднимают по факту. Нам говорят, смотри, я тебя сейчас посадил в лужу. Нет, я для тебя приготовил целую кучку кое-чего. Давай-ка посади сюда хорошее семя, пусть оно здесь вырасти. Мы, увидя, что мы оказались в этой кучке, начинаем просто кричать, Адюбожий, как ты мог вообще со мной так поступить, для чего? И нас поднимают. Но мы думаем в этот момент, что нас унижают. Почему так происходит? Потому что есть предыдущие четыре луча звезды, правота, высота, жадность и привычка ходить за перцем. И это была всего лишь первая часть эфира. Вторая часть эфира – квадрат. Рисуем квадрат большой, пожалуйста. И сейчас я буду отвечать на вопрос, почему и как обиды сжигают наше счастье. До этого мне надо было, чтобы вы поняли, что обида – это реальное зло. Ну просто. Это нереальное зло вообще. От этого реально стоит отказаться. Еще вам четыре довода, почему от этого стоит гарантированно отказаться. Напишите сейчас, что за эмоции у вас внутри, когда вы это слушаете. Когда вы сейчас получили вот эту информацию про пятиконечную звезду, зачем люди обижаются. Что сейчас в чувствах? Это очень важно. Что вы уже сейчас понимаете? Я начинаю рассказывать про квадрат. Четыре стороны квадрата. И есть четыре ответа на вопрос, почему обиды сжигают наше счастье. Первое почему? Потому что, когда я смотрю на красное, в этот момент, как вы думаете, чем становится мое сознание, когда я реально смотрю на красное? В этот момент я вся и все мое сознание становится красным. Красным. Если я смотрю на желтое, то и я, и все мое сознание становится желтым. Это просто объект. Желтый карандаш никак меня не вдохновляет, не трогает, не цепляет. Но давайте подумаем, что сейчас на месте этого желтого карандаша реальная ситуация обиды, которая нас поглощает. У нас там неимоверная концентрация. На минуточку негативные чувства. Это чувства, на которых мы концентрируемся гораздо легче и быстрее, чем на позитивных. Это очень важный момент. И когда я концентрирую свое сознание на обиде, то я вся этим становлюсь. То есть я вся превращаюсь в этот полнейший негатив. Если вы думаете, что когда вы обижаетесь, только ваш ум или только ваши чувства или только ваше настроение становится обидой, ничего подобного. По известным исследованиям, которые я описываю в книге «Обиды на мужчин и женское здоровье», у человека кровь замедляет движение по сосудам в состоянии обиды. Мы с вами реально входим в самую настоящую кому, потому что это дорога в сторону смерти. На минуточку. Это первая сторона, почему обиды сжигают наше счастье. Потому что когда мы смотрим сюда, мы полностью этим становимся. Полностью. Каждая клеточка ваша в этот момент становится обидой. Вторая сторона. Я её назвала. Я кормлю одного волка, но он всегда приходит со стаей. Если вы думаете, что погружаясь в состояние обиды, вы только обижаетесь, вы глубоко ошибаетесь, потому что волк под названием обида всегда приходит со стаей. Приходят все чувства вины, поднимается неуверенность в себе, поднимаются все вообще подобные волки, которые у вас только есть. Потому что он... И оттуда начинает прибегать с леса, понимаете, вашего тёмного леса бессознательного. Просто все устремляются в вашу сторону. И в этот момент самооценка человека просто... Она, понимаете, трещит по швам, трещины идут по стенам, рушится всё. И вот эта идея, что этот волк, который называется обида, никогда не приходит сам, я надеюсь, я понятно изъясняюсь, она одна из ключевых. Делитесь этим эфиром, только половину рассказала, пусть люди присоединяются. Это важный момент, очень важно. Третья сторона нашего квадрата называется «Счастье — это состояние и настроение». И обида в этом случае — это добровольный отказ от счастья. Добровольный. То есть вы пришли и сказали, закройте меня в тюрьму. Вы отказались от своего счастья. Да, ваш партнёр, брат, сват, мама или папа сделали что-то, что не стыкуется с вашими ожиданиями. Должно стыковаться, но не стыкуется. И вы без вообще, без попыток какой-то борьбы, я сейчас говорю, борьбы за своё состояние, за своё настроение, за желание сохранить свой ум спокойным. Это единственная возможность быть здоровым в уме, понимаете? Наше спокойное, концентрированное состояние. Мы выбираем обидеться. То есть мы реально с вами думаем, что мы справимся без проблем с этой стаей волков, которая уже там стоит сзади и вводит своими челюстями клацать. Да ничего, вы не справитесь, вас просто на части разорвёт, понимаете? И люди, которые позволяют себе эту роскошь обиды, купаясь в своей гордыне. Это на самом деле, знаете, как вот детям вы покупали когда-то пазл, да? Вот такой кулёчек, а в нём кусочки. И вот они похожи на эти кусочки, разобранные просто полностью. И они ищут психолога, терапевта, учителя, ещё кого-то. Кто же соберёт этот пазл? Обычно несчастными оказываются, конечно, мужья и жёны, на которых выпала эта тяжёлая вообще ноша, собирать этот пазл. Но на минуточку мужья и жёны не должны собирать этот пазл, это вообще не входит в их обязанности. Они просто усиливают то, что есть. Тоже себе по заметочку. Наша семья усиливает то, что есть. Есть обида, они будут усиливать обиду, есть гнев, они будут усиливать гнев. Размышляйте над тем, что вы подаёте для усиления в зону своей семьи. И четвёртая сторона, почему обиды сжигают наше счастье, обиды — это всегда строить стены. В состоянии обиды вы всегда гарантированно отгораживаетесь, всегда. Таким образом, вы создаёте причину для своего гарантированного одиночества. В бизнесе вы не будете видимы клиентом, вообще не с друзьями. Вас случайно будут забывать приглашать всё чаще и чаще. Ваши дети случайно будут игнорировать вас. И вот эти все состояния случайно — это на самом деле результат тех тысяч стен, которые мы выстраиваем каждый день, позволяя себе принимать этот, понимаете, этот ужасный коктейль под названием обида. И сейчас, собственно говоря, завершение эфира, ответ на вопрос, что же делать, ребята. И ответ на вопрос у нас будет состоять из треугольника. Мы с вами уже прошли пятиконечную звезду, разобрали квадрат, и подошло время треугольника. Что же делать? Это ответ на вопрос «Я хочу перестать обижаться. Как это сделать?» То, что вы сейчас слушаете, это обычная форма работы. Вот представьте себе, что если вы решаете с этой темой разобраться и пойти на курс арт-терапии в работе с обидами, то вам там предстоит два часа такой работы со мной, плюс еще куча упражнений. Просто, чтобы вы понимали, что вас ждет на обучении. Потому что я работаю очень динамично, как вы уже успели заметить. Итак, ответ на вопрос. «Я хочу перестать обижаться. Как?» Рисуем треугольник. И у нас будет три вершины и три рекомендации. Рекомендация номер один. Я ее называю «Снять резиновые сапоги». В состоянии обиды вообще мы с вами живем, друзья, думая, что обижаться – это нормально. И когда я говорю людям, люди – это ненормально, они такие, подожди, ну все же обижаются. Моя мама обижалась, ее мама обижалась. Обижаться – это естественная норма нашей жизни. Я это сравниваю с тем, что у людей есть прекрасный песчаный пляж, великолепный, где можно, вспомните, стопами ходить по песку, ощущать эти прикосновения, мелкой гальки или крупного камня, или где-то рядом есть островок травы, и вы ходите босыми ногами по траве. Можно жить, но мы одеваем резиновые сапоги, и эти резиновые сапоги не дают нам вообще ощущать полноту этой жизни. И первое, что надо сделать, это снять резиновые сапоги. Нужно реально отказаться отказаться от мысли. Все начинается с головы, что обида это нормально. И когда вы делаете этот первый шаг, то дальше вы имеете возможность дальше что-то вообще изменять. Потому что пока у вас живет в мозгу понимание того, что обида это норма, вы ничего вообще не будете изменять. Просто ничего. И никаких сдвигов у вас не будет. Это был первый шаг. Второй шаг у нас называется учиться. Я не знаю людей, которые родились настолько драгоценным сознанием, что они без обучения смогли избавиться от тех обид, которые у них есть. Я не знаю таких людей. Может быть, вы знаете. Я допускаю, что они есть. Но в моем случае, то есть мой мозг оказался, наверное, размером с мозг букашки, потому что закончу школу с золотой медалью, университет, с красным дипломом, получив высшее образование, закончив магистратуру, дальше будет самая веселость, защитив кандидатскую диссертацию, выйдя замуж и имея детей. У меня не хватило силы, воли, ума, широты души, мудрости. Да ничего не хватило разобраться с этим самостоятельно, понимаете. И пока в мою жизнь не пришли учителя, которые мне это все объяснили, я страдала. И я понимаю вас всех, почему сейчас почти 180 человек смотрит этот эфир, делятся, и люди потом будут смотреть это, потому что это больно, и это плохо. И мы не должны страдать вот так. Вы должны страдать от того, что муж принес вам два подарка и сказал, выбирай, дорогая, мы летим на Мальдивы или на Бали. И вы должны страдать, понимаете, от этого выбора. или вам пришли и сказали, слушай, у нас тут благотворительный проект, у тебя есть миллион, можно отдать сюда, можно сюда. Выбери куда-то. Вы должны страдать от этого выбора, понимаете. Вот от чего мы должны страдать, а не от того, от чего нас заставляет страдать обида. И второе основание у нашей пирамиды, которая отвечает на вопрос, что делать с обидами, это, конечно, учиться. И третье основание, оно завершать сегодня будет наш эфир, оно называется, тоже удивитесь, как антидот жадности, он называется делиться. Почему делиться? Почему, начиная делиться, мы перестаем обижаться? Когда я в состоянии обиды, я всегда нахожусь в себе, я всегда замкнута в своих границах, и все мои возможности, и все мои доходы, и все мои результаты определяются высотой комнаты, в которой есть только я. Но если я принимаю решение выйти из состояния обиды, если я принимаю решение остаться с миром, делиться в состоянии обиды, переступить через это и продолжать учиться, подниматься, превращать эту ситуацию в практику в то же мгновение, без промедления, не позволяй себе проваливаться, то в этот момент мы становимся размером с тот мир, в который мы идем, и от которого мы принимаем эту ситуацию, которую мы берем в себе в работу, мы берем свои эмоции в работу, мы берем свои мысли в работу, мы начинаем задавать вопросы людям, которые помогают нам найти на них ответы. И очень важно задавать вопросы тем людям, потому что когда вы задаете вопросы дворнику о том, какая молекулярная структура состояния обиды, то он, конечно, может, наверное, вам что-то ответить, но вряд ли вас это продвинет. И когда мы с вами понимаем, что есть люди, которые знают ответы, нам нужно стремиться к этим людям и нужно задавать им вопросы. И не просто задавать вопросы, а потом реализовывать те ответы, которые мы получили в жизни. Люди, которые впустую задают вопросы, бессмысленно проживают свою жизнь. И границы нас и границы мира, они, конечно, несравнимы. Но, к сожалению, некоторые люди выбирают быть закрытыми в границах собственного эго, и они страдают. И когда приходит тот самый последний момент, у человека есть страшное, безумное ощущение бессмысленно прожитой жизнь. И помочь этому человеку невозможно. Я надеюсь, что этот эфир помог вам многие вещи понять. Я надеюсь, что вы поняли их сердцем, потому что в голове у нас достаточно с вами всякой информации. Я прошу вас сейчас написать основную мысль, которая была для вас самой главной в этом эфире. 181 человек прямо сейчас. Проявите щедрость, напишите основную мысль. И люди, которые смотрят этот эфир, и которые будут смотреть его потом, словно повторят для себя, потому что повторение это мать учения, и запомнят лучше, и обратят внимание на те аспекты, которые невозможно упустили. И именно это, на мой взгляд, называется сердечным обучением. И именно это будет вашим первым шагом отказаться от обид. Если кому-то эта тема интересна, и вы хотите изучать ее дальше, приглашаю вас в наш курс по супервизии арт-терапии в работе с обидами. Ссылка в комментарии к видео в этом эфире. Я признательна вам за ваше время. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Желаю вам освободиться от груза обид и взлететь, потому что есть крылья разного размера для всех, имеющих мечту летать.